Алексей Соломин у микрофона. Добрый день. Петербургский экономический форум. У нас в гостях нашей небольшой студии здесь на Петербургском форуме Владимир Груздев, губернатор Тульской области. Владимир Сергеевич, приветствую вас. Добрый день. Начну с, может быть, такого сложного вопроса для регионов. Мы постепенно узнаем о том, что существует, во-первых, серьезная долговая нагрузка у многих регионов. СНП не так давно даже признала дефолтом ситуацию с Новгородской областью. Там была просрочка по кредитам ВТБ. И вот мои правительственные, например, источники тоже говорят, что у многих регионов это одна из самых больных тем сейчас для регионов. Это зависимость региональных бюджетов от кредитов и не всегда возможность их выплатить вовремя. Вот если говорить о Тульской области, это проблема острая или нет? Вообще-то всегда проблема для любого заемщика, но тем более заемщика региона для выполнения своих государственных задач. Всегда проблема достаточно острая. Хочу сказать, что Тульская область регион достаточно... тот регион, который достаточно эффективно управляет своими финансовыми ресурсами. Могу сказать, что у нас нет ни одного просроченного платежа. Вот в мае месяце мы погасили очередной транш по облигациям Тульской области, которые были размещены и, соответственно, котируются на биржевых площадках. И сегодня агентство Fitch Rating подтвердило стабильные рейтинги Тульской области, долгосрочные рейтинги эмитента, соответственно, в иностранной валюте на уровне Double B со стабильным прогнозом и кроктоосношечные в иностранной валюте просто B. Ну и, соответственно, по рейтингам российских облигаций, соответственно, это Double A минус. То есть это хорошие рейтинги и по тем облигациям, которые на сегодняшний день находятся в обороте, это два выпуска 2012 и 2013 годов, у нас неплохая доходность. То есть она на уровне, скажем, доходности Российской Федерации. То есть видно, что инвесторы с удовольствием покупают и держат у себя в портфелях облигации Тульской области. Скажите, а санкционный вопрос, финансовые санкции как-то повлияли на этот процесс? Сделали ли более сложно привлечение денег в Тульскую область? Мы, облигации у нас были размещены ранее, в 2012 и 2013 годах, поэтому с точки зрения, мы пока еще не выходили на рынки заимствования, на публичные рынки заимствования после введения санкций, поэтому мне, как кажется, этот вопрос немножко преждевременный, но и ставки сейчас высокие, поэтому по таким ставкам мы не занимаемся. Такой проблемы сейчас нет. Да, у нас общая ставка по обслуживанию наших долгов в целом консолидирована, составляет чуть больше 8% годовых, поэтому размер ставки не очень высокий и долгом мы управляем. При этом мы на сегодняшний день в целом, если посмотреть по долгу на 1 января 2011 года и на 1 января 2015 года, когда я приступал к исполнению, был номинирован губернатором Тульской области, соответственно, долг был 35% от собственных доходов. На сегодняшний день у нас это составляет 32%, и мы планируем снижение долговой нагрузки за счет увеличения доходов, прежде всего налоговых и неналоговых. Могу сказать, что благодаря трудолюбивым тулякам за 4 года вообще области удалось сделать, на мой взгляд, очень серьезный прорыв, увеличили доходы в 2,2 раза. Соответственно, это все действительно, вы знаете, это делается руками трудолюбивых туляков. У нас нет ни нефти, ни газа, ни меди, ни никеля. Только производство? Только производство. Причем это все виды производства, начиная от сельхозпроизводства, заканчивая промышленным производством. У нас нет градообразующих предприятий и, скажем, таких, знаете, налогоплательщиков, которые составляют их вклад, который составляет 50% и более в доходы в области. Нет, у нас диверсифицированная экономика, это позволило нам, поддерживая все отрасли, существенно нарастить налоговую базу. Ну, вот посмотрите цифры. За 4 года рост промышленного производства 52%. Ну, то есть, рост 56%, извините, рост регионального продукта 52%. А если сравнивать последний, допустим, год? Последний год, динамика у нас продолжает вверх. И мы являемся регионом-лидером в Центральном федеральном округе. То есть, мы занимаем первые и вторые позиции по динамике роста регионального продукта. И могу сказать, что по итогам 2014 года консолидированный бюджет Тульской области стал четвертым в ЦФО после Москвы, Московской области и Воронежа. Да, мы обогнали Белгородскую и Ярославскую области по доходам. И тенденция сохраняется та же. А что происходит? Вот, грубо говоря, на чем происходит этот рост? Вот чтобы люди понимали... Алексей, знаете, я вам открою небольшой секрет. Рост происходит на изменении настроения. Вот когда люди чувствуют изменение настроений, когда люди видят, что власть слышит людей, работает для людей, то и люди совершенно по-другому начинают относиться к власти. И они, мы вместе, подчеркну, мы вместе работаем на единое общее дело, на единое общее благо. Поэтому вот самое важное, это изменение настроения. Когда у человека меняется настроение, он хочет сделать свой город чище, благоустроеннее, светлее. Понимаете? И мы добиваемся результатов везде, во всех сферах. От сельского хозяйства, социалки, в бюджетной сфере, в промышленности, в химии, в металлургии. То есть во всех направлениях, мы работаем, занимаемся всеми направлениями. То есть мы говорим, прежде всего, о предпринимательском таком, о предпринимательской активности. Вы знаете, не только. Это же вопрос повышения эффективности и производительности. Он же касается не только предпринимательского настроения. Он касается, в том числе, и настроений, которые царят и в социальной, и в бюджетной сфере. Это не менее важный аспект. У нас на сегодняшний день, если посмотреть в целом на экономику страны, социальная и бюджетная сфера составляют, наверное, процентов 40 национального, как бы так сказать, расходов национального бюджета. С одной стороны, но с другой стороны они производят и большой вклад в будущий национальный продукт. Это эффективность кадров, это создание высокопроизводительных рабочих мест. И это не простые слова. Вот если вы посмотрите, один из указов президента от мая 2012 года, он направлен как раз на увеличение инвестиций. На увеличение инвестиций и задача стоит к 2018 году достичь 27% от объема регионального продукта. Вот мы с этой задачей справляемся. И у нас задача, мы почти достигли этой цифры в прошлом году, планируем подойти еще ближе к этой цифре в этом году. А если посмотреть в целом по стране, то там тенденция обратная. Всего 21% объема инвестиций. Я поэтому, честно говоря, удивлен вашим... А вот я поэтому вам и говорю, что основная задача это изменение настроения в обществе. Вот когда вы слышите человека, вы готовы помочь в решении его небольшой, может быть, какой-то социальной проблемы. Ведь это касается, можно начать с самого простого. Помочь молодой семье в том, чтобы семья не распалась, сохранилась, оказание социальной поддержки. А дальше это совершенно другой выход. Когда человек с удовольствием идет на работу, с удовольствием возвращается с работы... Когда едет на работу, не видит ям на асфальте, например. Например, да, да. Нет, когда вам самое важное, ямы могут быть, но когда он видит изменения, что вчера яма была, я обратился, сегодня ямы уже нет. Понимаете? Самое важное это видеть, что меняется. Видеть тенденцию на улучшение, видеть тенденцию на изменения. И когда это касается не каких-то там просто публичных выступлений, скажем, громких политических заявлений, а когда это касается самых простых вещей, таких как благоустройство территорий, нормальные качественные дороги, доступная, понятная и прозрачная система жилищно-коммунального хозяйства, отсутствие помоек и свалок на территории вашего домовладения, появление новых детских площадок. Вот, понимаете, москвичи в этом смысле люди избалованные, в хорошем смысле, да, потому что вот... Не стесняйтесь. Да, вот, в этом смысле... Избалованные. В этом смысле как раз москвичи, ну, привыкли к этим вещам. И то, что делает правительство Москвы на сегодняшний день существенно заметно. Посмотрите, сколько много парковых зон новых появилось, мест для велосипедных прогулок. А мы, тулики, люди не избалованные, у нас многому чему мы учимся в москвичи, и внедряя эти вещи, конечно, все меняется, настроение меняется. Вы сказали, что очень много проектов в сельском хозяйстве, и рост тоже очень большой. Новый, новый. Новый. А вот здесь палка о двух концах, на самом деле, оборотная сторона санкций, контрсанкций наше продовольственное эмбарго. С одной стороны, это позволяет, насколько я понимаю, демонстрировать рост сельскому хозяйству российскому, производителям российским. Но с другой стороны, это раскручивает цены. И вот как раз тулики, наверное, гораздо острее воспринимают рост цен. К сожалению, в какой-то степени вы правы. Почему? Потому что действительно импортозамещение до момента его, действительно, когда будет импортозамещение внедрено в серьезных объемах, действительно может наблюдаться рост цен. Но, мне кажется, сегодняшний рост цен, он спровоцирован не санкциями или контрсанкциями, он больше спровоцирован, может быть, не очень эффективной макроэкономической политикой. И завышенные ставки по кредитам, они в большей степени влияют на рост цен. Ответственных. Что? Ответственных, назовите. Вот кто сейчас работает не так, как должен работать? В чем проблема? Вы знаете, я, давайте так, каждый ест свою горбушку, да, и нужно задавать вопросы по зарплате. Вот, я занимаюсь, являюсь высшим должностным лицом региона Тульской области. Фиксируйте проблемы. Да, и я занимаюсь тем, чем я должен заниматься, региональной экономикой, региональной политикой. И когда буду отвечать, если буду отвечать за какие-то другие вопросы, значит, буду вам комментировать. А вообще, в принципе, давать, скажем, оценивать своих коллег, я думаю, что это не моя задача. Для этого есть эксперты, политологи, экономисты, пускай они оценивают. Я просто говорю, что я вижу, да, то есть и консортирую. Вот, я говорю, фиксируйте проблему. Проблема, да, основная проблема, с чем сталкиваются на сегодняшний день не только тульские, но и вообще предприниматели у нас в стране, это отсутствие длинных и дешевых денег. Из-за высокой ставки? И из-за отсутствия длинных ресурсов. Из-за отсутствия длинных ресурсов. Просто у нас есть функции, которые написаны в законе о Центральном банке, туда, мне кажется, пришло время дописать еще одну задачу, это развитие национальной экономики. Потому что вот мы у себя в области, развивая региональную экономику, мы даем плюс и Российской Федерации. Почему? Вот те результаты, о которых я сказал, рост собственных доходов более чем в два раза за четыре года, привели к тому, что обеспеченность расходов в Тульской области мы увеличили с 71% до 85%. И 2 миллиарда рублей ежегодно мы сегодня экономим налогов, то есть субсидий из федерального правительства для Тульской области. То есть, вот понимаете, вот работа трудолюбивых тульяков привела к тому, что мы даем экономию всей Российской Федерации 2 миллиарда в год. Меня что удивляет, вы говорите о том, что, вы говорите, демонстрируется везде рост, люди работают, тулики стараются, тулики видят отношения, но малый бизнес, если мы говорим, или средний бизнес, когда видит подобные ключевые ставки, или когда не может привлечь денег, я просто не понимаю, где ему брать оптимизм. Ну вот смотрите, что касается, вот если мы говорим о микро и малом бизнесе, все-таки средний бизнес это чуть-чуть другая епархия, другие объемы и так далее. Когда мы говорим о макро и микро и малом бизнесе, то там возможности существенные есть. Ну, например, субсидии. Мы даем субсидии до 600 тысяч рублей в зависимости от, в виде грантов, в зависимости от отрасли, куда вы хотите вкладывать средства. До миллиона рублей по ставке 8,5 годовых мы давали кредиты и даем государственные гарантии. Более того, что в рамках решения госсовета, который проводил Владимир Владимирович Путин в апреле месяце этого года, мы планируем увеличить до 3 миллионов. То есть, в принципе, для микро и малого бизнеса регионального это деньги нормальные. Достаточно для того, чтобы создать небольшое предприятие по ремонту многоквартирных домов, например. Потому что фонд капитального ремонта многоквартирных домов у нас в области заработал. У нас есть объемы, которые необходимо осваивать, и объемы ремонтных работ, которые нужно просто проводить. И это почти миллиард рублей в год. То есть, это существенные деньги. Поэтому здесь как раз приложение для малого и микробизнеса есть. У нас есть программа «Народный бюджет». Это почти 650 миллионов рублей. Тоже есть куда развиваться микро и малому бизнесу. Этих денег достаточно для того, чтобы создать нормальную производственную базу для предприятий, которые занимаются подобным видом работы. И люди этим пользуются? Люди приходят? Понимаете, здесь вот еще раз говорю. Это вопрос изменения настроения. Вот мы сейчас перед задачей перед собой поставили за 6 лет создать дополнительно 180 тысяч рабочих мест. Из них 150 тысяч рабочих мест – это места в микро и малом бизнесе, а 30 – это дополнительных высокопроизводительных рабочих мест. Задача очень амбициозная. И что мы делаем? Мы сегодня начинаем пропагандировать предпринимательство. Мы доходим до каждого человека. Приготовили специальные буклеты с программами поддержки, чтобы человек просто пролистав понимал, что куда. И за каждого человека у нас распределение территориально-отраслевое. За каждую отрасль, за каждую территорию отвечают глава администрации муниципального образования и, соответственно, отраслевой министр. Но вот мы эту программу начали. Посмотрим, как она будет реализовываться. Она действительно очень амбициозная. Еще на что повлиял подъем ключевой ставки – это кредиты, и в том числе ипотечные кредиты. И народ взвыл, вот как это было, во всяком случае, до того, как правительство не пообещало и не приняло программу субсидирования. Многие ли этим пользуются, и люди вообще, они перестали брать ипотеку? Вы знаете, мы увидели, нет, мы увидели, ну, во-первых, идет снижение продаж. Это не только в Тульской области, везде. Хотя мы в этом за первые 4 месяца, мы ввели жилья больше в 2 раза, чем за 4 месяца прошлого года. Но все-таки это отложенная история прошлых лет. Но что мы видим? Мы видим снижение реальных продаж, и мы видим, что ипотека выросла с 40 до 70, почти 5%. В основном пользуются этой субсидией. Да, на сегодняшний день, да. Но субсидия, которая была, например, выделена Сбербанку, она уже закончилась. То есть нужно, соответственно, говорить о том, что, конечно, выделят новый лимит для того, чтобы субсидирование не прекращалось. Но мы должны четко понимать, что сегодня, с учетом падения реальных доходов жителей, реально, с учетом инфляции, то субсидирование ипотеки – это правильный и, наверное, единственный, единственно правильный путь для того, чтобы поддержать жилищное строительство. Вы завтра в полдень подписываете соглашение общее с Рязанско-Калужской областями. В общем-то, области действительно тоже передовые в плане развития, в плане роста. Вообще очень похожи. По территории, примерно по численности. Соседи. У нас общая территория и у нас общие вызовы. То есть Московский регион для нас – это же вызов. Потому что Москва, Московская область, вообще Московский регион для таких областей Центральной России, как Калуга, Тула, Рязани – это серьезный, так сказать, вызов и серьезная конкуренция. Но нас это, с другой стороны, стимулирует. Но это самое, вот понимаете, это от самого прилагательного, простого. Вот подписав это соглашение, мы будем согласовывать все наши действия, ну, например, от самых простых вещей. От такси. То есть такси, пользуясь лицензией, полученной в Рязанской области, через Тулу, может проехать в Рязань, извините, в Калугу. То есть это будет единое... Во-первых, мы договоримся по цвету, по тарифу, то, что будет действовать единая лицензия. И вот эти взаимодействия межрегиональные, они позволяют людям перемещаться быстрее. Но делить нам особо нечего. Вот как вам кажется, это дело будущего? Вот регионы будут объединяться в такие кластеры крупные, да, региональные? Вы знаете, ведь за последние 25 лет очень произошла серьезная урбанизация. И если Москва, Московская область 20 лет назад это было 12 миллионов человек, сегодня это больше 25 миллионов человек. Эти процессы, они происходят, ну, в общем-то, достаточно самостоятельно. Поэтому основная задача власти не мешать этим процессам, а, в общем-то, где-то встраиваться и, может быть, возглавлять эти процессы для того, чтобы не принимать глупых решений. Ну, например, развитие инфраструктуры в тех населенных пунктах, из которых люди предполагают уехать. Это тоже такой вопрос очень важный. И наоборот, недостаточное развитие в те территории, куда люди едут. И вообще мы у себя на территории планируем, ну, она фактически развивается, Тульско-Новомосковская агломерация, в которой на радиусе 50 километров проживает сегодня миллион сто тысяч жителей. Ну, то есть это 75% жителей Тульской области. А, кстати, конкуренция с Москвой, ведь она наверняка будет слишком тяжелой. Тяжелая, но, с другой стороны, эта конкуренция тяжелая, но, с другой стороны, рынок сбыта самый мощный. Он рядом у нас, самое короткое плечо, поэтому здесь плюсы и есть минусы. А вот, кстати говоря, такая популярная нынче тема – решение вопроса роуминга между регионами, потому что и власти даже наши говорят, что он непомерно высокий. Есть ли вот это соглашение или работа этого интегрированного сообщества регионов, она решает эту проблему или нет? Нет, она, конечно, не решает эту проблему с точки зрения административного, потому что все-таки это решение, которое принимают операторы в рамках своих лицензий. Но то, что это точно создат предпосылки для обсуждения и принятия решения о том, что установление единого тарифа и бесплатного роуминга внутри территории, конечно, это, скажем так, подталкивает на само собой. Хочу сказать, что до конца года мы планируем полностью территорию Тульской области обеспечить современными новыми сетями LTE для того, чтобы допустить качественный, беспроводной доступ к интернету полностью на всей территории области. А многие, кстати, подключены к интернету? Вот есть у нас статистика определенная, что в России около 60-ти... Там немножко задача следующая. Это совместный проект Теле2 и Ростелекома, и нас. Почему? Потому что мы с Ростелекомом строим оптоволоконные сети, и практически до конца года мы обеспечим проникновение оптоволокона во все наши бюджетные учреждения по всей территории Тульской области. На базе этой сети, соответственно, Ростелеком в совместном стиле 2 могут создать доступ к сетям LTE для того, чтобы обеспечить беспроводной доступ. А сегодня, если вы едете, у вас не всегда устойчивая связь даже на М2, когда вы передвигаетесь от Москвы до Тулы, то есть связь... Не то, что интернет, а телефон может... Да, даже телефон, да, мы с вами и говорим. То есть 3G работает условно, а вот, скажем, вот этот проект, он может действительно существенно продвинуть область с точки зрения информатизации. Завтра президент будет выступать на форуме. Мы еще не знаем, чему будет посвящена эта речь, там какие-то слуги ходят, но тем не менее. Вам, как главе региону, от федеральной власти, от главы федеральной власти, что сейчас нужно? Вот что бы вы хотели от него услышать? Каких направлений бы вы хотели получить? Как вам кажется? Вы знаете, я хочу... Вот очень важно для нас, мы все-таки находимся с вами на экономическом форуме, и экономика это все-таки базис, базис развития политических отношений. Но вопрос межбюджетных отношений региона и федерации, он серьезный вопрос. И, конечно... Нерешенный. Он, скажем так, он вопрос, который подвешен. И, скажем, отношение между федерацией и регионами, оно должно быть четко структурировано, и четко должно быть наложено взаимодействие. Ну, например, не секрет, что сегодня даже ликвидировано Министерство регионального развития, которое имело два ключа, да, то есть у нас на сегодняшний день ключ остался только у Минфина. И мне кажется, вот этот дисбаланс, раньше это было два ключа, все ФЦПшки открывались там Минрегионам и Минфинам совместно. Сегодня этот ключ остался в отношении региональной политики только в руках Минфина, потому что у Министерства экономического развития... А какие-то проблемы создают? Просто, вроде бы, если Минфин принимает решение, наверное, легче с кем договориться. Ну, вы знаете, я... Ну, с одной стороны, когда стоит задача договориться с одним, в принципе, это правильно говорить, это легче. Но у Минфина нет задачи развития регионов. А у них другие задачи. Вот если, да, если будет название Министерства финансов-регионального развития, тогда это будет правильно, и тогда это будет легче. Потому что тогда КПА деятельности Министерства будет не только в рациональном расходовании денег, но в том числе в развитии регионов. Тогда это будет правильно. Если такое решение будет принято, я его буду приветствовать. То есть, получается, что региональные власти пытаются от Минфина получить что-то, что Минфин не воспринимает как свою прямую задачу. И для него это как лишняя работа. Задача Минфина на сегодняшний день, это, скажем, дебет с кредитом свести в целом. Поэтому, если у него не хватает доходов, но при этом есть расходы, которые он должен обеспечить, то и он не отвечает за региональное развитие, то, конечно, это будет у него, скажем, задача номер 105. А когда будет задача стоять в Министерстве финансов и регионального развития, ну, это я, конечно, так немножко утрирую, но тогда это будет другой совершенно целеполагание, другая задача. Вот, наверное, для этого нужны реформы. Сегодня Алексей Ильич Кудрин выступил с неожиданной инициативой о досрочных выборах президента, чтобы новый президент мог объявить этот курс реформ. А как вы относитесь к такой идее? Вы знаете, хочу еще раз сказать, вопросы нужно задавать по зарплате. Я являюсь главой региона и с удовольствием с вами обсужу региональные аспекты, региональное развитие, вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Я за вопросы политики не отвечаю. Это нужно адресовать вопрос, я думаю, все-таки больше президентскую администрацию. Вот, сразу видно военный человек. Спасибо вам большое, Владимир Сергеевич. Владимир Груздев, губернатор Тульской области. Спасибо.